Можете еще прокомментировать информацию, которая появилась на них в средствах массовой информации о якобы незаконной заявке о приобретении дорогостоящей квартиры в центре Екатеринбурга, по-моему, для нужд Свердловской областной прокуратуры, стоимость, по-моему, 10 миллионов рублей, там достаточно подробно описывается, какой квартира должна быть и так далее. Я хотел бы сразу здесь расставить некоторые точки, что начиная с 2005 года все сотрудники органов прокуратуры получают жилье и покупаются только за счет средств федерального бюджета. Все квартиры, все жилье носят служебный характер, без права какой-либо приватизации, это однозначно. В том числе я живу в служебной квартире, после окончания срока моей работы я обязан, и сдам эту квартиру другому работнику прокуратуры. Так и в этом случае эта квартира приобретается в ранге служебной. Что касается этой суммы, эта сумма выделена Генеральной прокуратурой для приобретения жилья Свердловской областной прокуратуре. Мы, как управление Генеральной прокуратуры Уральском федеральном округе, к действиям прокуратуры Свердловской области по объявлению конкурса никакого отношения не имеем. Но в том, что все-таки я посчитал, что объявление конкурса на эту квартиру носит законный характер, давайте говорить по закону. Но, с моей точки зрения, есть некоторые отступления от норм прокурорской этики, именно по заявленным характеристикам, особенностям. Я считал и считаю, что здесь есть некоторые отступления от этих норм и настоятельно рекомендовал прокурору Свердловской области ликвидировать объявление данного конкурса и привести все эти требования, естественно, в ранг законных, но они, повторяю, носят закон, но прежде всего в ранг более скромнее и более этичнее, скажем так. Мы уже с вами начали с того, что... Не давать никакого малейшего повода для критики в адрес прокуратуры. Этой критики и так достаточно.